утро ну ладно хватит и доброго доброе утро всем друзья сегодня не поверите нулевая температура все с крыш начинает капать слышно поэтому сейчас мы позавтракали и баксик тут с нами нужно слазить на чердак наверх посмотреть что там снег или поскидывать потому что 5 будет это все затекать и еще позвонили дима еще спал с горгаза сказали что я так поняла счетчик поставили трубу приварили но чтобы запускать отопление нужно ее сказали покрасить светлый цвет сейчас схожу в магазин куплю белую красочку покрашу пойду на квартиру туда покрашу может быть повезет вода будет хотя сейчас неизвестно опять она по графику вот эти сейчас ночью вряд ли будут пускать потому что жир и морозы сошли в общем все будет опять таять а снега много поэтому сейчас на крышу до баксик да молодцы они меня всегда поддерживают это всегда скажет вот ну буду на квартире уже тогда включимся ну может и на крыше если что-то там покажу а может расскажу в общем будет видно все друзья на крыше но здесь видите сухо все ничего не видно снег весь просушили а здесь балкон конечно полный снега это сейчас надо все мне это расчищать потому что видите уже капает все надо обязательно сейчас почистить ну немножечко очищаю ну тут еще эти все равно примерши надо будет как если была плюсовая температура что полностью вот этот шифер куски по убирать чтобы здесь было свободно расчищать все это примерше еще конечно дофига чистить а сверху вид красивый конечно же на голову капает здесь как раз вот эти прям на голову на меня все капает близко к балкону боюсь подходить еще чуть-чуть и все ну все сколько смогла подкидывала здесь на балконе еще толстый слой льда значит надо все чтобы вот это просохло оттаяло все отсюда повыносить что если даже снег нападает чтобы можно было легко это все счищать а так все это конечно не уберется пока хватит потом буду потихонечку приходить этот шифер заносить квартиру наверно он не мешал здесь смотрю здесь даже вот в коридорчике в этом это снег лежит это получается там на чердаке тоже полно на досках снег везде по наметала все вот это будет таять все опять препятствия преодолевать все купила краску подхожу дима на подъезду смотрю тут соседний дом пристроечку такую сделали мало места балкона нет они решили вот так сделать все прибежала уже смотрю вот трубу приварили вот это вот все нужно покрасить счетчик в общем фронт работы ясен надо чуть-чуть почистить вот это помывать воды так нет мусора опять полно ну ничего сейчас делаем вот такую красочку купила 145 рублей все я покрасила все старалась аккуратненько чтобы сильно не заляпать ну вот так получилось семья обои придется переклеивать они уже страшные потолок конечно ну в общем мусор хотела убрать воды нет сначала покрасила уже сейчас пылить не буду не знаю может может пока монтировать может пойдет еще вода прибегу помою вообще запасом только руки помыть и все ну в общем все побежала я домой друзья добрый вечер в комментариях там у меня спрашивали как я делаю на лысники ну то есть по-русски это блинчики у меня уже было видео покажу вам еще раз как как это делаю я в ковшик я допустим не такой ковшик на полтора литра потому что на 2 я даже точно я не знаю молочка немножечко мы наливаю ну наверно или грамм 500 пол литровую баночку немножечко можно подогреть можно даже холодным с холодильника вот убиваю туда яйца убиваю туда яйца можно сначала яйца размешать с сахаром я сначала думала что это на что-то влияет что зачем вливать или всыпать абсолютно нет я уже испробовала сколько раз самое главное это какая сковорода я уже говорила у меня сковородочка маленькая специально для блинчиков она страшненькая такая ну я ее только для блинчиков держу ну вот я 4 яйца для себя делаем поэтому я убиваю 4 яйца а сковородочка у меня показывала вот такая она хоть страшненькая но именно как там не блинчики можно на кончике чайной ложечки соли я подоложу когда нет столовую ложку сахара можно можно полторы можно добавить ванильку если хотите можно не добавлять яйца размешать и буду постепенно вводить муку размешивать мука у меня здесь уже проверенная я сразу проверим я сначала делаю густое тесто размешиваю а затем у меня здесь чайники закипятила воду будут добавлять кипяток чтобы они были такие слегка дырчатые не сильно а слегка тесто получается вот так густое пока надо хорошо взбить и яйца растворились долить сразу растительного масла храм 100 наверное затем я каждый раз на сковородку уже не лью первый раз немножечко капнула первый блин комом маленький делаем начинаю уже жарить вот тесто вот такое же получилось оно уже видите как не сильно густое скажем как на оладике получается ну и теперь можно уже потихонечку доливать кипяток немножко налила размешала и так пока станет редкая как на блины уже я всегда готовлю заранее вечером а утром встаю и достаю с холодильника перемешала опять взбила можно жарить они хорошо настаиваются если где-то мука плохо растворилась комочки эти она же все растворяется что у вас и вот таким образом кто любит сладенький можно побольше сахара но если много сахара положить они тогда плохо со сковороды будут сходить поэтому лучше их как пожарили тогда или сахарком присыпать или маслом сливочным смазывать это уже на любителя уже уже получается еще немножко можно добавить хотела еще сказать что касается яиц это тоже на любителя можно и одно яйцо то сколько любит лишними не буду чем больше яиц тем будет вкуснее напишите свой рецепт как вы делаете может что-то вы еще добавляете может как-то по-другому я так тоже буду делать ну а на ужин у нас будет сегодня вот такие спиральки и холодец я вам говорила что когда я варила рульку у меня остался бульончик из половина бульона я сварила борщ а вторую половину я добавила голени были 6 штучек еще раз проварила немножко голень и решила сделать холодец получилось мы вот таких больших два лоточка с мясом холодца и один лоточек просто как желе вот косточки я положила отдельно пакетик думаю буду выносить мусор и возможно там около мусора какие будут может собаки и тогда отдам собакам пусть погрызут то холодно а нет тогда выброшу в ящик ну всем приятного аппетита кто тоже будет кушать мусор мусор м м м м м м м м Субтитры создавал DimaTorzok